Чиновники предлагают заставлять ВИЧ-инфицированных граждан вставать на учет в спидцентрах. Пока это решение остается забольным. Со временем тех, кто скрывает свой диагноз от специалистов, возможно, будут штрафовать. Идею пока прорабатывают в профильных ведомствах, однако сами ВИЧ-инфицированные к такому предложению относятся очень негативно. Почему? Давайте попробуем разобраться. Елизавета Хромцова поможет. Узнать свой ВИЧ-статус в России можно бесплатно. Если он оказывается положительным, больному предлагают встать на учет в спидцентре по месту жительства. Для ВИЧ-инфицированных это хорошая поддержка. Во-первых, возможность бесплатно наблюдаться у врача. Во-вторых, бесплатно получать дорогие препараты. Ну и в-третьих, не бояться того, что статус станет открытым. То есть о нем узнают посторонние. Информация о том, что человек заражен, конфиденциально. Медики, которые работают с ВИЧ-положительными людьми, подписывают бумаги, в которых обязуются хранить врачебную тайну. И дело здесь не только в этике. За разглашение личных данных больного им грозит ответственность, вплоть до уголовной. Единственные, кому спидцентры могут предоставить информацию о ВИЧ-статусе человека, это правоохранительным органам. И то по запросу. И в случае, если больной попал под следствие. Причем, среди спидцентров нет общей базы всех инфицированных. Другими словами, у врачей и полицейских Московской области нет доступа к данным, например, Пермского края. Казалось бы, это усложняет возможность заполучить сведения третьими лицами. Но так называемые сливы все равно происходят. Хоть и не часто. Громкий случай был в 2011-м в Москве. Оказалось, что купить базу с данными о ВИЧ-инфицированных городах можно прямо на Савеловском рынке. На диске хранились фамилии 300 человек. И все они были либо судимы, либо когда-то задерживались полицейскими. То есть, вероятно, распространили закрытую информацию сотрудники МВД. Потому и список небольшой данным по другим людям у них просто не было. Из-за таких редких, но метких случаев некоторые больные отказываются вставать на учет в спидцентре. Боятся, что узнают друзья, коллеги или уволят с работы. Неучтенных ВИЧ-инфицированных можно поделить на три группы. Первая – это успешные бизнесмены или публичные люди. Как правило, за помощью они отправляются за границу. Находят там доктора, который выписывает рецепт. И уже здесь спокойно, втайне покупают препараты. Вторая группа – это те, кто не может выехать из страны. Тогда нелегальную консультацию ищут здесь, в России. Врач никому не сообщает о ведении пациента. Лечение обходится минимум в 200 тысяч рублей в год. И, наконец, третья категория – это люди, выплачивающие кредит или ипотеку. Они не становятся на учет, пока не погатят всю сумму. Из-за страха потерять работу и остаться в долгах. Они откладывают необходимое лечение. Продолжаем разбираться, так может ли обязательный учет ВИЧ-инфицированных стать способом борьбы с болезнью или лучше искать другие методы. К нам присоединяется Екатерина Зингер из благотворительного фонда СВИЧ-активисты этой организации сами имеют положительный статус. Пытаются помочь тем, кто узнал о своем диагнозе. Екатерина, приветствую вас. Но вы что думаете, действительно ли, если всех пересчитать, записать, внести в таблицу, то каким-то образом можно эту проблему решить? Ну, вы знаете, на самом деле, пересчитать, перенести в таблицу, это дает возможность людям, которые находятся на лечении, рассчитывать на то, что вне зависимости от того, в каком городе наша страна они находятся, их лечение будет путешествовать за ними. И мы все-таки надеемся, что это облегчит значительно доступ к лечению ВИЧ-инфицированных. Другой момент, что постановка на учет, да, это тоже такой момент, который дает людям возможность осознать степень ответственности за распространение ВИЧ-инфекции, собственной ответственности. Да, но очень сложно ведь родным и близким тебе людям сказать о том, что такой диагноз, а тут необходимо документы заполнить, встать на учет. Это же психологически такой очень ответственный, очень сложный момент. Вы знаете, посторонним людям проще говорить о том, что у тебя ВИЧ положительный статус, чем родным и близким. Другой момент, что единый реестр пациентов, он же не подразумевает под собой разглашение диагноза. Вот Елизавета Храмцова, моя коллега, сейчас слышали, вы, нет, она вспоминала какие-то скандалы с этим связанные. В 2011 году, например, просто продавалась на рынке, на Савеловском, вот здесь недалеко, база ВИЧ-инфицированных. На диске все как всегда. Я ни разу не сталкивалась со случаями, когда разглашение диагноза было связано именно с базой, с тем, что эта база продавалась, да, или кто-то ее купил и так далее. Я знаю, что люди боятся. Страх, он, ну, как бы это естественная реакция на дискриминацию со стороны общества. Естественно, люди боятся, что кто-то узнает, что расскажут близким, что от них начнут отворачиваться люди. Но другой момент, что, ну, как бы, возможно, разглашение диагноза в каких-то регионах, в каких-то местах может быть последствием того, что, ну, как бы, сотрудники медицинских учреждений, в которых наблюдаются ВИЧ-инфицированные, не соблюдают правила конфиденциальности. Но вот, как бы, истории, в которых бы продавалась база и распространялась широко как-то, я... Ну, в 2011 году, да, Екатерина, за деньги продавали, они там не очень много было фамилий, но тем не менее. Так, если люди боятся, то не пойдут они, наверное, на такой шаг? Ну, не факт. А вы как думаете, какая часть, половина, большая часть согласятся для того, чтобы... На данный момент у нас получается какая история, что есть регионы, в каждом регионе своя база ВИЧ-инфицированных. То есть, ну, каждая спецсервисная медицинская служба, да, имеет свой реестр пациентов, которые находятся на лечении. И если человек переезжает в другой город из этого региона, да, там, в другой регион, вот решил он, допустим, переехать из Москвы в Санкт-Петербург. Для того, чтобы получать лечение, он должен ездить из Санкт-Петербурга в Москву. Как минимум раз в полгода он должен сдавать там анализы, чтобы не нарушать режим диспансерного наблюдения. И там, в зависимости от графика выдачи препаратов, раз в месяц или раз в два месяца, он вынужден ездить туда и получать эти препараты. Если есть единая база, то вот эти самые таблетки могут путешествовать за пациентом. То есть, это значительно облегчает жизнь. А тут еще такой момент, что приверженность к лечению и простота его получения, да, они напрямую влияют на профилактику ВИЧ-инфекции. Потому что ВИЧ-инфицированные люди, находящиеся на лечении, ну, как бы, практически не имеют шансов кого-то заразить. Если они привержены к лечению, принимают его своевременно. Ну, что же, будем надеяться, что база поможет многим получать как раз необходимый препарат. Спасибо вам большое. Екатерина Зингер из благотворительного фонда СВИЧа рассказала о том, к чему может привести вот этот вот обязательный учет ВИЧ-инфицированных.